Здравствуйте! С вами вновь Александр. Я сегодня вам расскажу о уникальной автомобильной люльке от компании Simple Parenting. Эта модель называется Donna Plus. Это уникальное вообще изобретение. Так что сегодня я расскажу вам, что она из себя представляет, как она крепится, вообще что это такое. Но прежде чем начать обзор, я хочу вам рассказать о группе ВКонтакте, которая занимается изготовлением развивающих досок, так называемой бизи-борды. Наверняка родители, у которых дети в районе возрасте от полугода и старше, задумывались о том, чтобы купить ребенку какую-то развивающую игрушку, что-то особенное, интересное. Так это вот, друзья мои, это оно и есть, это интересное. На этой доске установлены всякого рода ламбиринты, цифры, часы, выключатели, замочки, застежки, пуговички. Там очень много чего полезного для ребенка, который помогает ему развиваться, улучшает моторику ребенка, логическое мышление. Поэтому ссылку я добавлю в описании. Пройдите, посмотрите эту группу. Там есть фотографии изделий, соответственно, цены. И по промокоду, который я добавлю также в описании при заказе, с этим промокодом вы получите 5% скидку. Так что проходите. А мы с вами начнем изучать это интересное изделие, как Донна Плюс. Вот, собственно, автолюлька Донна Плюс. А ее уникальность заключается именно в том, что вы сейчас видите. Автомобильная люлька на колесах. Фишка в том, что вы можете пользоваться ей как мини-колясочкой. Пока ребенок у вас совсем маленький, чтобы не возить с собой здоровенные коляски, вы можете пользоваться только этой автолюлькой. Которая у нас простым движением, попозже покажу, превращается в маленькую мини-коляску. Причем, назвать ее какой-то неполноценной, тоже язык не поворачивается. Потому что ручка регулируется по высоте. Соответственно, откидывается для того, чтобы вы могли переносить. Вот, имеется большой козырек полноценный, как и в обычных колясочках. Поэтому все признаки коляски здесь есть. Но ребенок, единственное, все время лежит, потому что она для новорожденного. А новорожденному нужно всегда лежать. Вот, так что давайте посмотрим, как она у нас складывается, чтобы вы понимали. Точнее говоря, убирались колеса. Здесь спереди есть кнопотулечка. Вот, собственно, она превратилась у нас уже, получается, в обычную полноценную автомобильную люльку, которую мы можем установить в автомобиль. Причем, что касается безопасности, эта автолюлька Донна Плюс имеет очень хорошие результаты краш-тестов. Она, можно сказать, одна из самых интересных вариантов по безопасности. Поэтому смело доверяйте ей, своего ребенка, без вопросов. Что касается качества изготовления, тут у меня лично вообще никаких вопросов нет. Изделие очень качественное. Ткани всегда используются очень дорогие, натуральные, гипоаллергенные. Также внутри есть очень классный вкладыш под голову, вкладыш. Также есть под поясницу, под ножки ребенка. Все это имеется. Причем, материалы, используемые во вкладыше, они вообще какие-то классные, мягенькие. Прям вот трогать и трогать бы их. В общем, все супер. А с обратной стороны, чтобы они внутри не скользили, здесь много маленьких-маленьких таких точечек резиновых, чтобы не проскальзывало. Вот, сам бы в такой лежал. Ну, что касается безопасности, все классически просто. Система песочных ремней, мягкие накладки везде, где только можно. Все-все супер. Без вопросов. Так, теперь давайте разберемся, как ее установить в автомобиль. Ее можно установить как на Isofix, так и без него, просто на ремень. Но я вообще не вижу никакого смысла устанавливать автомобильные люльки ремнем. Это заморочено, там все тянешь, это все вообще неудобно. Покупаете, раз уж уже созрели на покупку такой классной вещи, чуть-чуть еще потратьтесь, не жадничайте и купите базу Isofix. Вам же легче будет ее устанавливать. И тем самым вы избавите себя от возможности установить ее неправильно. Вдруг, не дай бог, что, если она неправильно стоит, тут все может печально закончиться. А база Isofix исключает полностью эту возможность, вы всегда поставите ее правильно. Плюс вы тем самым увеличите уровень безопасности, потому что это жесткое крепление к кузову. Это здорово. Вот, кстати, вот колеса всегда здесь, они никуда не убираются. Но это никак не мешает пользоваться ею. Сейчас, одну секундочку. Все, она установлена. Все очень просто. Дальше мы можем, соответственно, убирать ручку, чтобы посадить ребенка сюда было удобнее. Возвращать ее обратно. Тут уже это на скорость не влияет. Вот, вот так она крепится на Isofix. Ремнем чуть позамороченнее. Ну, в принципе, тоже все очень просто. Вот. На мой взгляд, уникальное решение. Очень простое. Также снимается она тоже достаточно простым способом. Здесь кнопочка. Зажимаем, проталкиваем. Она освобождается. Все, достаем. Соответственно, ручку сейчас отрегулируем, чтобы мы могли переносить. Взяли. Потом здесь вот отпустили кнопочку. И в путь. По-моему, супер решение. Жаль, что когда у меня была дочь малая, такого я не видел. Вот. Поэтому сейчас есть такая возможность уже пользоваться такими вещами. На мой взгляд, супер изобретение. Качественная вещь. Причем, если говорить о стоимости, ничего такого сверхъестественного. Она не дороже прямых конкурентов немецких брендов. Это, кстати, Израиль. Если меня правильно проинформировали, вообще, кто изобрел эту люльку, он делал ее вроде бы как для своей дочери и назвал ее в честь своей дочери. Может быть, ошибаюсь, но, по-моему, все верно. Вот. Поэтому человек старался для своей любимой дочурки и делал хорошо. А к качеству вообще никаких претензий. Вот вообще никаких. Все здорово. По положению ребенка тоже вопросов нет. Я ее сравнил со всеми немецкими, европейскими брендами. Ничем не хуже. Ну и не лучший. Все на очень хорошем уровне. Поэтому, как вариант, стоит обратить на нее внимание. При цене такой же, как и, по большому счету, такой же, как и немецкие бренды с базами изофикс. Вы покупаете тот же уровень безопасности, приобретаете и возможность пользоваться ей как колясочкой. На каких-то коротких поездках в магазин, в поликлинику, в аптеку выйти, там что-то еще. Идеальная вещь, чтобы не возить самой здоровой коляски. Реально круто. Поэтому, как вариант, рассмотрите, изучите. Я все, что хотел рассказать, рассказал. Если было полезно, интересно вам это видео, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал. Это очень важный момент. А в заключение, большое спасибо магазину Мир Автокресел за то, что предоставил нам это интересное изделие на обзор. А вам, собственно, хочу пожелать грамотного, правильного выбора и всего доброго.